Всем огромный привет, безумно рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня у вас будет парфюмерный затест, такие парфюмерные посиделки, только уже сегодня не с Magnit Cosmetics, а с магазина L'Etoile. Вы меня в комментариях просили сходить в магазин L'Etoile и познакомиться с одной бюджетной маркой, точнее уже даже с несколькими, сегодня я расскажу вам про одну и в следующем видео поделюсь с вами впечатлением о второй. И одна и другая достаточно бюджетная, сегодня я вам расскажу о бренде Voila de Jolie, я не знаю правильно я произношу или нет, но я буду рассказывать про каждый аромат, вставлять картинку, здесь также подпишу правильно как произносится. Как я поняла в линейке всего 5 ароматов, но я смогла познакомиться только с 4, потому что на один не было тестера, но я думаю в ближайшее время я это исправлю и потом как-нибудь во влоге вам отдельно выскажу свое впечатление о нем. Я буду зачитывать ноты аромата, описание и потом уже делиться с вами своим впечатлением, у меня здесь блотеры. И в принципе, что могу сказать сейчас, ароматы довольно-таки неплохие, в своей ценовой политике в принципе очень даже конкурентоспособные, потому что вот сейчас допустим можно приобрести этот аромат за 700 с небольшим на скидках, и это прекрасно. Компания эта российская, но само сырье вообще парфюм Made in France. Так, давайте приступим. Начнем с первого аромата, который я не смогла, к сожалению, протестировать, потому что его не было в магазине. Ну как, он был в магазине, не было на него тестера. Его в принципе вообще на полке не было. И кстати, там еще есть ароматы такие бюджетные. Я вставлю вам картинку, не помню точных названий, я так хотела с ними познакомиться. Но, к сожалению, все тестеры, я не знаю, уже не все, наверное, я просто все их не брала, но, наверное, 5 ароматов точно из них, которые я пыталась распылить, у них все были пустые. Я подумала, да, возможно, эти ароматы очень популярны. Первый аромат называется Ford Tender. Это у нас аромат посвящен современной женщине, яркий, стильный, энергичный, который все под силу, но при этом умеющий быть нежной, мягкой и ласковой. Аромат этот относится у нас к цветочно-фруктовым. Верхняя нота у него лимон, нота сердца это красные фрукты, персик и шлейф это мускус и ваниль. Честно говоря, я хотела этот аромат прям очень протестировать, потому что прям понравилось мне, в принципе, по нотам, что он был довольно-таки приятный, носибельный, не такой приторный, но вот, к сожалению, его и не было. Но я решила здесь-таки упомянуть и попросить вас написать в комментариях, если вы с ним знакомы, как он вообще достойный аромат, недостойный. Будет очень интересно ваше мнение услышать. Следующий, второй аромат это Teli Cueli. Я не знаю, правильный или нет. Что касается этого аромата, он шипровый, верхние ноты бергамот, мандарин, нота сердца это жасмин, ландыш, роза и нота шлейфа это витивер, амбра и пачули. И сейчас я поделюсь с вами своим впечатлением по поводу этого аромата. Он довольно-таки свежий, на каждый день в нем действительно доминирует нота бергамота, ландыш, я здесь ощущаю, то есть довольно-таки приятный. По стойкости я не скажу, что он прям мега стойкий, потому что он, в принципе, такой свежий, немного, можно сказать, летучий, но довольно-таки носибельный. Если вы любите такие легкие, приятные ароматы, то, в принципе, можете присмотреться. Понятно, что я вам не обещаю какого-то дикого шлейфа, какой-то невероятной игры самого аромата, потому что это бюджетные композиции. И еще, знаете, что самое интересное, меня вообще просили снять про эту компанию, но меня вот немного смущает то, что вот этой компанией, что другой, тоже про которые меня спрашивали, бюджетную. Как я поняла, у них, видимо, произошел какой-то либо ребрейдинг, либо полностью смена ассортимента в том плане, что до этого у них были совершенно другие ароматы в этой линейке. Они отличались, действительно, и по фрагрантике смотрела, и они были, в принципе, в другой упаковке совершенно. Может, конечно, ароматы были такие же, но упаковка у них была совсем другая. И вот я вот этого немного не поняла, и там у них, по-моему, еще был один аромат в этой линейке, но сейчас его нет. В общем, как-то напишите мне, кстати, по поводу этого. Либо я не то слушала, либо действительно у них как бы есть несколько линеек, либо они как-то заменили их, потому что, как я поняла, тех композиций, по-моему, нет в продаже. Было, по крайней мере, на сайте Ritual написано так. Вот поэтому поясните мне. Что касается его, если вот сейчас брать уже нынешнюю линейку, он довольно-таки приятный, носибельный, легкий, но, конечно, недорого звучащий, поэтому как бы тут уже решать вам. В принципе, летом, может, на каждый день его носить вполне-вполне можно. Но, опять же, видите, я не скажу, что он совсем прям слишком-слишком такой легкий, все-таки сладость с ним такая присутствует, не сладость, а такой более яркость какая-то в аромате присутствует. В этом плане, если брать прям легкость, мне понравился очень следующий аромат. Называется он Teton Lair. Он такой тоже довольно-таки звучащий, не сильно дорого, но при этом такой довольно-таки приятный, носибельный, нежный, легкий. Он такой невесомый даже, я бы сказала. Такой именно нежный, в тот момент, когда вы не хотите, чтобы кто-то такого яркого, кричащего. Думаю, он прям подойдет в этот момент вам идеально. И это, кстати, аромат цветочно-фруктовый. У него верхние ноты это дыня, черная смородина, яблоко. Ноты сердца это роза, жасмин, белая лилия. И ноты шлейфа это амбра, мускус и сандал. В принципе, по пирамиде не сказать, что это прям такой легкий-легкий аромат, но он такой интересный. Конечно, в нем присутствует однозначно сладость, но он такой неприторный. То есть сладенький, носибельный, конечно, я бы не сказала, что он настолько легкий, чтобы носить его летом в жару. И в принципе, они, кстати, для меня показались такими довольно-таки сладенькими. Особенно один из них, я потом позже расскажу вам про него. Но так, в принципе, очень даже неплохо. Такой приятный. Следующий аромат называется Pastel Passion. Вот это аромат такой довольно-таки интересный. Он сложный, он такой сладкий, он относится к цветочно-фруктовым, но он такой прям насыщенный. У него верхние ноты это бергамот, вишня, фрейзия. Ноты сердца это маршмеллоу, малина, маракуйя, ноты шлейфа, ваниль, пралине и пачули. Для меня это ваниль и пралине. Это очень сладкий, тонный, такая именно ванильная конфета, шоколадно-ванильная какая-то. Я не знаю, вот если вы любите такие ароматы, тем более на зиму, прям только на зиму его носить. Довольно-таки интересный, он прям такой насыщенный. Вот да, это действительно пралине и ваниль. Я даже не ощущаю здесь никаких фруктов, правда. Для меня это прям вот сладость, именно ванильное пралине. Приятный такой, он стойкий. Вот этот аромат стойкий, я прям на себя его нанесла. Он невероятно стойкий, шлейфовый, прям такой интересный, сладкий. Если вы любите такие гурманские сладкие ароматы, то обязательно к нему присмотритесь. Очень такой интересный. И последний аромат называется Абрико Авантюр. Очень такой тоже приятненький. Он цветочный. И, кстати, для меня это не цветочный. Кстати, я его оставила почему-то напоследок. Он очень интересный для меня. Он пахнет именно морковкой и шалфеем. Он, кстати, заявлен в принципе вот как цветочный. Но описание у него. Теплый солнечный день, гамак в тени деревьев, белый кружевной сарафан, соломенная шляпа с широкими полями, интересная книжка и блюдо с сочными, сладкими абрикосами. Именно такой образ воображает себе, когда услышишь этот аромат. Но для меня, кстати, это немного не то. Я здесь чувствую, да, абрикосы есть, но я почему-то здесь явно чувствую морковку, шалфей. Для меня прям это какой-то, не знаю, я еще не сталкивалась с таким ароматом. Какой-то цветочно-фруктово-овощной. Я назвала его даже так. Потому что он действительно пахнет очень шалфеем и морковкой. Ну и, соответственно, абрикос. Если вообще его рассматривать как абрикосовый аромат, как бы он так и заявлен, то, наверное, абрикосов здесь не так уж и много. По стойкости он средний. Он, в принципе, такой стойкий, такой легкий, приятный. Стойкость у него средняя. То есть у предыдущего аромата она гораздо выше. Поэтому, в принципе, очень такой интересный. Что касается вообще моего резюме. Только, конечно, видео у меня получилось сумбурное. Потому что я читаю здесь ноты, плюс блотеры. И все равно как бы немного путаешься в этом все. Что могу сказать про эти ароматы? В принципе, за свою цену они довольно-таки интересные. Приобрести стоит. Конечно, не ждите от них чего-то мега такого крутого, что они будут такие невероятной заменой к чему-то более дорогому. Но при этом, как я поняла, многие очень любят эти ароматы. Потому что они, в принципе, за свою цену, за 700 рублей, ну это, в принципе, красота. Потому что большинство ароматов плюс-минус, которые стоят так же, но они вообще не особо интересны. Эти интересные. Они действительно такие многогранные. Допустим, взять аромат Теттен Лер. Он такой легкий, приятный, невесомый. Если взять Абрикот Авентюр, то это правда такая абрикосовая авантюра. Можно сказать даже так. Потому что он такой легкий, интересный. Но вот это вот ощущение шалфея морковки меня здесь очень заинтересовало. И мне даже, честно говоря, захотелось именно его приобрести. Также мне понравился Пастель Пассион. Он тоже очень приятный. Вот из этой, наверное, линейки все приобрела с удовольствием Абрикот Авентюр и Пастель Пассион. Потому что один такой прям какой-то легкий. Почему-то вот именно у меня Абрикот, вот этот аромат Абрикот, мне напоминает не абрикос, а именно какой-то отдых в деревне где-то летом, на даче. Эти травы, овощи, абрикосы. То есть вот это все такое что-то летнее, такое приятное. А Пастель Пассион, он более такой на холодное время года. Это праздники, пролинея, ваниль, что-то сладкое, вкусное, снег идет хлопьями, зима. Вот что-то вот такое. Поэтому, девочки, в принципе, советую вам познакомиться с этими ароматами. Они довольно-таки неплохие. Притом, когда я их первый раз распылила на блотер только, причем-таки первые ощущения были не очень. Думаю, да ну какие-то они все вроде однотипные, ничего такого интересного. Но когда они чуть выветрились и начали раскрываться, это прям красота. Поэтому, да, советую вам присмотреться. Конечно, не скажу, что это прям лучшее, что я когда-либо слышала. Но, в принципе, очень-очень достойно. Видео получилось такое сумбурное. Но, как я вам говорила, что мне нравятся такие ролики, более расслабленные какие-то. Просто такие посиделки. И, надеюсь, вам тоже. Поэтому встретимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok